Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте. Короткий обзор новостей на сегодня. Уроженцы Западной Армении Ашот Гулям Бекур. Вопросы армян Западной Армении. Араик Арутиням призывает власти Армении воздержаться от любых действий и заявлений о признании Арцаха частью Азербайджана. Агентство США по международному развитию назвало ситуацию в Арцахе тревожной. Общественное обсуждение проблем Джавахка. Власти Азербайджана установили КФП на дороге в Бердзор, тем самым неся ответственность за незаконную блокаду о невыполнении решений суда. Замминистр иностранных дел Республики Армения. 25 по 27 мая состоится 6-й Ереванский международный книжный фестиваль. Ашот Амаякович Гулян Осколка Бекко родился 6 октября 1959 года в городе Баку. В 1975 году семья Гулянов переезжает в Степанакер, Зиашот оканчивает 8 класс, в 1985-86 учебном году оканчивает среднюю вечернюю школу номер 1. В 1977-79 годах проходит службу в рядах Советской армии. В 1985 году создает семью отец трех сыновей Артура Амаяка Бекора. По началу формирования первых воинских частей регулярной армии Арцаха 1991 года получает предложение возглавить первую роту, костяком которой становится его отряд. Ашот участвует в большинстве сражений Арцаха в Аскеране, Гадруте, Шаомяне, Верин-Шехе, Бузлухе, Монашиде, Мелебеклу, Ходжалу, Кыркыжане, Лесной, Каринтаки, Шуши, Бердзоре, Мартакерти, Кусапате, Магавуде, Сархавенте, Орта-Гюне-Пае, Драмбоне. Гулям был одаренной личностью, прирожденным воином, новаторским, инициативным, смелым, решительным, храбрым и находчивым. Талант командующего особо проявился во время осуществления боевых действий в Шуши 1992 года. Первая рота во главе с Бекором входит в армянский пленный город, первый, начиная его освобождение. 27 июля 1992 года в республиканской больнице Еревана Арменака Брамян встретился с раненым во время боевых действий в Мартакерском районе Ашотом Гуляном. Битва за освобождение села Дрампон 24 августа 1992 года стала последней. На этот раз пуля была смертельной. За заслуги период Отечества награжден посмертно орденом Мартакан-Хач, орденом Ворский Артив, первой степени удостоен звания героя Арцаха. Умышленное уничтожение объектов культурного наследия совершаемо во время войны и после преступления. История доказывает, что любое проявление нетерпимости к цивилизационным ценностям, принадлежащим другим, умышленное нанесение ущерба или уничтожение культурного и религиозного наследия, должно быть осуждено с твердой решимостью. Нацеливание на объекты культурного наследия, особенно в военное время, строго запрещено рядом международных конвенций. Гаагская конвенция 1954 года ЮНЕСКО о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов, прилагающиеся к ней протоколы 1954 и 1999 годов, декларация ЮНЕСКО 2023 года о намеренном уничтожении культурного наследия. От Сирии до Афганистана, от Мали до Йемена мы были свидетелем уничтожения культурного наследия, представляющего общесловеческую ценность, которую во многих случаях не удалось восстановить. К сожалению, утверждение и доказательства армянской стороны о том, что в невоенной ситуации бакинское правительство, в частности на территории Нахичевана, в течение многих лет последовательно уничтожалось армянское историко-культурное наследие. Политика азербайджанских властей со стороны авторитетных международных организаций так и не удостоилась жестокой реакции и оценки. Число уничтоженных памятников составляет более 89 средневековых церквей, 5840 хачкаров и 22 тысяч надгробий. Напомню, что единственный, кто начал по этому делу судебный процесс против Азербайджана в Европейском суде по правам человека является президент Западной Армении Арменак Абрамян. Арцах не был и не будет в составе Азербайджана, потому что такого воля нашего народа. Президент Республики Арцах Араик Арутсян призвал арцахцев не отчаиваться. Приветствую заявление Национального собрания Арцаха. Речи, озвученной премьер-министром Республики Армении Николом Пашиняном, подчеркиваю, для нас неприемлемо любое заявление и документ, игнорирующий суверенитет Республики Арцах, право нашего народа на самоопределение и факт его реализации. По словам Арутсяна, депортированные армяне должны потребовать от Армении практических шагов по гарантии права Арцаха на самоопределение и безопасности, обращаясь к властям Армении с призывом воздержаться от любых действий и заявлений о признании Арцаха частью Азербайджана, придерживаясь обязательств, взятых на себя внутренними и международными документами. Обращаясь к властям России и президенту Российской Федерации Владимиру Путину с призывом обеспечить выполнение обязательств, взятых с трехсторонными заявления глав Армении и Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, призывая народ и власти Азербайджана положить конец политике ненависти и геноцида по отношению коренного народа Арцаха, быть готовыми искренне принять принцип равноправия народу в титул и право коренного армянского народа в отношении Арцаха. Правительство Западной Армении еще раз напоминает, коренной народ Арцаха еще в 1991 году принял свое право на самоопределение в соответствии со всеми международными нормами, после чего территория Арцаха стала независимой от СССР. Требовать гарантии самоопределения и безопасности арцахцев должно само правительство и народ Арцаха, отстаивая свои права вплоть до применения прав на самооборону. Обратиться к помощи правительства и всего армянства Западной Армении, неоткрываемой частью которого является. Эрин Маки, помощник главы Агентства США по международному развитию по делам Европы и Евразии, назвала ситуацию в Арцахе тревожной. Как сообщает Арминпресс, об этом Маки заявила на слушаниях в Комитете по внестранным делам Палаты представителей США. Ситуация в Нагоруно-Карабахском регионе продолжает вызывать серьезную озабоченность. В результате блокирования Бердзорского коридора граждане Арцаха лишены или имеют ограниченный доступ к жизненно важным услугам, медицинскому обслуживанию и товарам первой необходимости. Блокирование дороги и установка незаконного КПП в Бердзоре вызвали гуманитарный кризис в Арцахе, нарушая права проживающих в Арцахе коренных жителей. После оккупирования Азербайджаном армянского поселения Бердзор начались различные провокации по всей линии соприкосновения. 23 мая в 17.00 неправительственная организация Центра социальной справедливости провела в Ахалкалаке общественное обсуждение по теме доминирующей взгляды и голоса Джавахского региона снизу. Целью встречи являлось критическое осмысление преобладающих новейшей историей дискурсов и политики, связанной с Джавахетти, а также обсуждения начавшихся в последние годы на месте социальных изменений. Исследователи Кетеван Эпадзе, Анна Тивадзе, Алиса Бакрадзе провели в Джавахетти два исследования, касающие идентичности армян Джавахка. Десятки тысяч потеряли свое гражданство, не имея возможности восстановить. Для этого они должны сдать соответствующий экзамен, потратить соответствующую сумму. Вопрос второй – это земельный вопрос. У нас на каждого по 25 сот земли, отметил сотрудник Центра социальной справедливости Тигран Тарзян. Одна из экспертов Кетеван Эпадзе, которая также является лектором в ТГУ, отметила, что со стороны центральных властей преобладает слишком узкий подход к гражданству, которого недостаточно для достижения цели полноценной интеграции меньшинств в обществе. Молодежь считает, что для восприятия гражданства недостаточны знания государственного языка. Они хотят иметь возможность получать высшее образование, иметь большие ресурсы для изучения грузинского языка, иметь возможность жить в равной среде. Им очень неприятно из-за стереотипов, которые есть по отношению к армянам Джавахетти, прокомментировала она. Причиной сложившихся стереотипов относительно армян Джавахетти, по мнению Кети Эпадзе, является напряженной для Грузии 90-е годы и возникшей на фоне территориальных конфликтов этнический национализм. Правительство Западной Армении неоднократно обращалось к проблемам Джавахка, которая является исторической территорией Западной Армении, являясь ее частью. Напомним, джавахцы не являются национальными шестом Джавахки, они являются коренным народом, который имеет все права, присущие коренным народам, в том числе и право на получение гражданства, будучи уроженцами Джавахка. Национализм, заложенный в Грузии в 1990-е годы, не может играть решающую роль в судьбе джавахцев. По всем международным нормам имеют право восстановить свои права на жизнь в равноправной правовой среде. Правительство Западной Армении в случае первой же жалобы джавахцев готово взять на себя роль защитника их прав в международных инстанциях. 23 мая заместитель министра иностранных дел Республики Армении Ваге Гевуркян выступил с речью на открытом обсуждении Совета безопасности ООН по пункту повестки дня «Защита гражданских лиц вооруженных конфликтов» под председательством президента Швейцарской конфедерации Алена Берсе. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Армения. В своем выступлении заместитель министра иностранных дел подчеркнул важность, полноценные и беспредусловия реализации Женевской конвенции и дополнительных протоколов к ним, подчеркнул ключевую роль Совета безопасности ООН в гарантировании выполнения обязательств, вытекающих из международного гуманитарного права. Коснувшись продолжающейся уже более шести месяцев блокады Арцаха и гуманитарных последствий, Ваге Гевуркян отметил, вопреки имеющей обязательной юридической силы решения международного суда, власти Азербайджана установили КПП на дороге Бердзор, тем самым неся ответственность за незаконную блокаду и невыполнение решения суда. Заместитель министра также подчеркнул, Азербайджан постоянно препятствует действиям, направленным на удовлетворение жизненных потребностей населения. Пострадавшего от конфликта по сей день не удалось гарантировать участие ООН и ее агентств в Арцахе. Было подчеркнуто, что все незаконные действия, сопровождаемые политикой, направленные на углубление армянофобии и ксенофобии, раскрывают геноцидальные намерения властей Баку. Конечная цель этого – полная этническая чистка коренного населения Арцаха. Заместитель министра выразил надежду, что Совет безопасности ООН, как первичный орган, ответственный за международный мир и безопасность, в соответствии со своим мандатом, продолжит быть вовлечен в данный вопрос, гарантируя достоинство безопасности гражданского населения и основных прав человека. При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения стартует 6-й Ереванский международный книжный фестиваль. Фестиваль состоится с 25 по 27 мая в Национальном академическом театре имени Габриэла Сундукяна. В фестивале примут участие около 40 издателей, книготорговцев и культурных организаций, более 50 писателей, критиков, переводчиков и прочих специалистов из Армении, России, Польши, Италии, Германии и Греции. В течение трех дней планируется 25 мероприятий на армянском, русском и английском языках. Вход на мероприятие бесплатный. Ереванский международный книжный фестиваль, реализуемый с 2017 года, крупнейшая государственная программа в сфере литературы и книгоиздания «Армения». И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА